уважаемые дельцы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на сентябрь месяц расклад подойдет и женщинам и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу без исключения что мы сегодня просматриваем общие характеристики всего этого периода ваши основные цели задачи ваши возможности в отношении тех целей которые вы перед собой ставите расклад автоматически высветит ваши как слабые так и сильные стороны жизни рассмотрим ваше финансовое поле обратим внимание и на ваше здоровье затронем и вашу личную жизнь и конечно же войдем в вашу профессиональную сферу и те кто при работе и те кто не работает для вас тоже будут карты также в раскладе будет две дополнительные карты force мажора или две карты скрытых факторов одна карта для женщин и одна карта для мужчин будет общая информация для всех но будет также информация которую я разделяю между мужчинами и женщинами в особенности в конце расклада поэтому смотрите внимательно напоминаю что все те кто знает свой асцендент просмотр вы можете делать также и по асценденту и по своему основному знаку зодиака колода полностью готова и мы с вами приступаю к выкладке карт уважаемые тельцы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваша склад выпало четыре старших аркана один из них эта карта солнышко мы видим эту карту в начале этого периода далее мы видим карту башни юстиции или карта правосудия и карта колеса фортуны четыре старших аркана говорят о том что в этом месяце может происходить действительно много важных событий от которых что-то может зависеть в будущем и здесь вам чем-то важно принимать правильные решения потому что могут возникать или спорные или затруднительные ситуации тем более что в центр вашего расклада в кармические задачи выпала восьмерка мечи и она говорит о том что есть ограничение то на что вам сложно влиять или то что вам сложно контролировать но я вижу что вы должны стараться несмотря ни на что что-то брать под свой контроль и центральная карта пажа монет показывает ежедневные усилия терпения и труд и даже некоторая хитрость которая для вас также не будет лишней радует то что расклад ваш начинается с очень гармоничной карты шестерки монет и эта карта говорит о том кем вы являетесь или то что вы из себя представляете или то какими вас видят другие люди также по этой карте мы прослеживаем ваши основные задачи на этот месяц ваши основные задачи это все-таки работа и финансы то на что вы будете делать основной акцент для вас важно финансово оставаться на плаву и улучшать также что-то в своих доходах для тех у кого есть основная работа эта карта уже говорит о том что вы будете при своей работе свою работу не потеряете но эта карта говорит о том что вы еще кому-то помогаете и возможно многие из вас еще занимаются благотворительностью меценатством делаете это абсолютно сознательно но если меня смотрят люди которые нуждаются вы не работаете даже для вас эта карта хороша потому что она говорит о том что без денег вы не будете и вам определенно кто-то поможет даже если вам нужны деньги вы можете у кого-то попросить кто-то вам может дать в долг конечно то что касается банков банковских кредитов лучше не оформлять но об этом мы поговорим немножечко позже эта карта показывает любого рода деловое сотрудничество переговоры в общем-то позитивное настроение даже только эта карта уже говорит о том что весь месяц вы будете в делах вы будете активны и 2 карта солнышко это подтверждает это то что под вашими ногами это то на чем вы стоите это ваши амбиции это ваша семья это ваш дом и все что вы делаете вы делаете для близких или для вашего дома две первые карты многих из вас уже показывают как очень талантливых и великодушных людей которые умеют прощать обиды близким людям и семья для вас это самое пожалуй главное я вижу что у кого-то появится желание что-то может быть поменять в самом доме может быть как-то облагородить дом может быть сделать небольшой ремонт или какие-то приобретения потому что вам хочется комфорта и уюта очень важна тема ваших детей или ваших внуков потому что карта может и показывать ваших деток и это то ради чего многие из вас могут жить очень много планов также и на будущее я не вижу того чтобы вас особо что-то беспокоило по здоровью в начале этого периода но все-таки если меня смотрят люди у которых есть хронические заболевания недомогание или беспокойство могут быть ближе к середине этого месяца особое внимание обратите на сосудистую систему на сердечко постарайтесь быть спокойны и не нервничать почему потому что таких нервных ситуаций в этом периоде все-таки может быть предостаточно об этом говорит и пятерка мечей и тройка мечей и восьмерка мечей которую мы видим в центре тем более рядышком с картой башни это могут быть любые стрессовые ситуации нервные ситуации с которыми вы попытаетесь разобраться также две первые карты могут говорить о том что у кого-то в доме в семье намечаются праздники торжества может быть это чей-то день рождения может быть это любое другое радостное событие которое вы хотели бы отметить и я вижу что на это вы также не будете жалеть денег но первая карта для многих из вас может говорить о том что по факту вы все-таки больше отдаете чем получаете взамен я думаю что вы сами это понимаете хотя люди которым вы возможно в чем-то помогаете будут вам все-таки благодарными но теперь перейдем вашу профессиональную сферу тех кто при работе и уже первой картой выпала пятерка мечей пятерка мечей может показывать любые интриги вражеское ополчение за вашей спиной это могут быть сплетни это злые разговоры это чья-то злость направленная конкретно на вас возможно вы на кого-то в рабочей сфере будете очень сильно злиться и вам захочется в резкой форме расставить точки над и в определенном разговоре эта карта может просто показывать ваши мысли то что вы думаете о том что вас кто-то может чем-то подставить или подвести или придать или может быть кто-то из ваших прошлых врагов активен в отношении вас поэтому независимо от того вы работаете на себя или на кого-то будьте внимательны и осторожны враги явно есть и эта карта может говорить о том что все-таки такой разговор у вас кем-то состоится напряженный сложный разговор что под вашими ногами что в вашем ресурсе в ресурсе под вашими ногами мы видим короля жезлов если меня смотрят мужчины тельцы то эта карта может показывать вас собственной персоной и говорить о том что впоследствии все таки или по факту в работе многое будет зависеть от ваших правильных действий от вашей тактики хитрости умения сотрудничать или даже умения кого-то переиграть в деловой сфере потому что явно у вас тут конкуренция и не совсем здоровая по этой карте когда кто-то рядышком с вами готов на любую подлость лишь бы вам только навредить это может касаться и женщин но по королю жезлов вы заработать сможете если говорить о женщинах тельцах то на вашу профессиональную сферу очень сильно может влиять мужчина но вы также сможете заработать удержать в чем-то свои рабочие позиции но здесь нужно действовать с помощью хитрости и тактики если возникают конфликты хотя будут моменты когда вам будет сложно свои чувства или эмоции регулировать и контролировать также первая карта может говорить о том что кто-то за вашей спиной заглядывает в вашу профессиональную сферу пытается может быть пронюхать сколько у вас денег сколько у вас клиентов сколько у вас заказов чем вы дышите вообще я вижу что вы со многими людьми открыты в особенности в рабочей сфере но остерегайте здесь любого рода подстав или предательства но теперь перейдем к тем кто в этот период вошел не работа что нужно знать вам для вас первой картой выпла тройка мечей эта карта говорит о том что многих из вас могут волновать вопросы личной жизни взаимоотношений и все это отражается и на ваше общее состояние и на ваше желание вам в первую очередь хочется разобраться с тем что в душе в сердце если вы не ощущаете рядышком поддержки близкого любящего человека то по этой карте и может быть желание к чему-то пропадает вообще карта может говорить о том что вас кто-то может обидеть в этом периоде и самых близких людей тройка мечей все-таки показывает разбитое сердечко также если кто-то активно пытался трудоустроиться я вижу что вам что-то будут предлагать какие-то варианты будут но возможно по этой карте или что-то будет срываться или что-то будет уходить но не стоит расстраиваться потому что в вашем ресурсе тройка жезлов и она говорит о том что у вас еще будет выбор вариантов и возможностей это касается и вашей личной жизни если меня смотрят те кого волнует личная жизнь да здесь разочарование по этой карте а здесь общение это что вы не захотите может быть оглядываться на прошлое вы начнете смотреть все таки в будущее возможно хороших предложений по работе для тех кто действительно работу ищет вам придется немножечко подождать но я вижу что вы много уже ранее проделали для того чтобы получить что-то нужное в руки для себя это чего вы ожидаете вы получите но просто нужно будет скорее всего немножко подождать я вижу что вы вполне командные люди вы можете работать в команде но скорее всего опыт прошлого работы в команде не совсем приятный все-таки не теряйте веру в хорошее потому что исправить ситуацию вы все же сможете в центр вашего расклада выпал паш монет и карта восьмерки мечей эти карты показывают кармические задачи и ваше финансовое поле в общем и конечно же эти две карты говорят о финансовых затруднениях или о том что у кого-то все-таки могут быть долги или кредиты или определенные невыплаты или может быть затруднения возникают в этом периоде конечно сентябрь месяц не самый хороший период для того чтобы входить в новые долги или кредиты поэтому даже если вы остро в деньгах нуждаетесь постарайтесь воздержаться от того чтобы брать у кого-либо деньги паш монет может говорить о том что очень много текущих расходов по мелочам когда деньги расходятся незаметно в большие суммы новые и переход и расход денег должны уметь пытаться контролировать хотя это тоже сложно также этот месяц не совсем хорош для любых новых начинаний вам нужно разобраться или с имеющимися или со старыми проектами с новым лучше воздержаться те кто является учащимися или в вашем доме есть учащиеся это могут быть ваши дети или внуки у них могут возникать проблемы с учебой или здесь могут стоять какие-то вопросы по учебе по вашему развитию или по развитию ваших детей я вижу что вы действительно способны и но есть ограничения из-за которых вам тяжело расправить крылышки перейдем к нашим семейным парами посмотрим что в ваших домах что у ваших отношениях для семейных выпала четверка жезлов и карта старшего аркана башни четверка жезлов говорит о том что вы пытаетесь делать так чтобы в доме было хорошо чтобы было спокойно чтобы было уютно чтобы не ругаться вам хочется в доме отдыхать а не беспокоиться или из-за чего-то нервничать но вторая карта все-таки показывает нервы именно в вашем доме или то что ваши нервы в доме отражаются в общем на всю вашу жизнь в целом потому что по этой карте ваши близкие вас могут в чем-то разочаровывать подводить и напрямую это может касаться вашего партнера потому что у человека который рядышком с вами не всегда спокойное состояние эта карта может показывать нервы психи может быть ваша второй половинки что-то не получается и все это отражается на вас при этом ваш партнер если чем-то будет не прав он может вас в этом обвинять по башне конечно у кого-то здесь могут быть или имущественные вопросы в беспокойстве или может быть у вашего партнера сейчас с работой не совсем все гладко и понятно и все это опять-таки переносится в семью в дом те у кого действительно намечаются праздники или какие-то торжественные события в доме если вы будете пытаться отмечать что-то с размахом то потом сами же будете об этом жалеть потому что вы стараетесь но кто-то из близких не оценивает просто-напросто ваших стараний это те отношения которые могут оставлять желать лучшего но даже те у кого они доходят до развода я вижу что вы все еще их способны удержать и сохранить но те кто разводится уходя уходите почему потому что вижу что вас ждет абсолютно новая жизнь и я не вижу того чтобы вы остались одинокими но теперь давайте посмотрим что ждет наших свободных тельцов для свободных тельцов выпала карта старшего аркана правосудия и карта колеса фортуны карты обе кармические и они говорят о том что если вы до сих пор не закрыли старые прошлые отношения или находите с человеком который не полностью свободе например человек который находится в состоянии развода да это может быть действительно так но пока вы не закроете что-то из прошлого новое не может войти в вашу жизнь разберитесь с прошлым и вас ждут перемены потому что колесо фортуны предвещает изменения не только на физическом уровне но и в вашей голове в вашем сознании я вижу что очень многое поменялось то есть я вижу что вы не готовы и вы больше не допустите тех ошибок которые допустили когда-то в прошлых отношениях любого нового человека вы очень строго оцениваете и многие из вас по этой карте могут думать о том что лучше быть одному или одной чем жить с кем попало или жить как попало а я вижу что вы многие люди самодостаточные которые умеют меняться которые умеют трансформироваться и если рядышком с вами будет человек более слабый по духу вам с таким человеком будет крайне тяжело и и конечно же я вижу что вы не захотите никаких тройственных или изначально непонятных отношений то есть сразу для вас должна быть ясность или ты со мной или ты еще с кем-то но без меня те кто может быть сейчас имеет дело с несвободным человеком вы будете очень категоричными вы захотите расставить точки над и но будете делать это очень грамотно и такой разговор необходим скорее всего он уже созрел он необходим для двух сторон и для вас для того человека который рядышком с вами но ветер перемен будет врываться в вашу жизнь потому что колесо фортуны показывает все-таки обновления возможность новых знакомств или возможность исправить что-то и в имеющихся отношениях если тот человек который рядышком с вами вам дорог или возможность исправить вообще ошибки далекого прошлого по этим картам я вижу что вы с кем-то можете знакомиться совершенно неожиданно может быть в рабочей сфере может быть где-то на отдыхе в дорогах в поездках если вы по-прежнему одиноки в вашу жизнь в скором времени может войти человек с которым отношения могут оказаться судьбоносными если у кого-то из вас на сентябрь месяц запланированы важные дороги наиболее благоприятный месяц для этих дорог либо самое начало сентября либо конец сентября но если это дороги связаны за границей здесь могут стоять вопросы документов организационных моментов и тут вам что-то нужно будет подкорректировать и ускоряться давайте теперь откроем карты форс-мажора вначале для женщин затем для мужчин для женщин выпала карта старшего аркана мага для вас эта карта может говорить о том что вы неожиданно почувствуете в себе силу прилив энергии и вам действительно захочется в жизни что-то менять эта карта говорит о том что после каких-то даже переживаний нервов или непростых моментов жизни вы способны к быстрому самовосстановлению вы черпаете энергию как будто бы из ниоткуда и возможно кто-то из вас обладает магическими способностями или кто-то является практиками или по карте мага может быть кто-то будет обращаться к людям со способностями для того чтобы может быть как-то подкорректировать свою жизнь для практиков конечно эта карта может показывать ритуальные работы новые знания или дополнительные знания но и для многих других для обычных людей эта карта все равно может показывать новшества перемены когда вы захотите чем-то поэкспериментировать возможно получить абсолютно новый опыт который очень быстро примените в жизнь но в негативе для женщин эта карта может говорить о том что на вашу жизнь постоянно будет влиять мужчина но вами при этом будет постоянно манипулировать эдакий благодетель человек который постоянно вам красиво что-то рассказывает или красиво доносит но может у вас подчинять своей воле навязывать вам свои мысли свои идеи и заставлять делать так как удобно этому человеку но это могут быть и манипуляции других людей которые вы не потерпите а мы видели что в рабочей деловой сфере для тех кто при работе выпадала карта пятерки мечей и для тех кто без работы выпадала тройка мечей когда вам больно из-за кого-то но помогу вы очень мудро красиво я бы даже сказала демонстративно любую ситуацию сумеете переиграть для себя в плюс ну а теперь откроем карту форс-мажора для мужчин для мужчин выпала карта туза монет замечательная карта она может показывать любые денежные возможности любые другие возможности связаны с работой когда вам кто-то что-то предлагает и эти предложения обязательно нужно рассматривать тем более что в конце расклада обратите внимание буквально две карты которые говорят о удаче и колесо фортуны и туз монет поэтому для мужчин я так полагаю что скорее всего конец месяца из-за чего-то вы очень сильно перенервничаете или может возникнуть какая-то стрессовая ситуация из-за которой или что-то оголиться или какая-то правда выйдет наружу или может быть какие-то люди себя проявят не в самом лучшем свете но эта ситуация также пойдет вам на пользу потому что благодаря тому что уйдет что-то одно или вскрывается какой-то нарыв до вашу жизнь входят абсолютно другие возможности которые приносят как раз для вас нужные изменения и вот этот весь негатив останется за вашей спиной также хочу сказать о том что если меня смотрят люди которым нужно оформить или переоформить любые бумаги для себя для семьи или для ваших близких в этом месяце скорее всего по вашему вопросу могут быть затруднения вашим вопросом нужно будет заниматься и в вашем вопросе вам нужна будет чья-то помощь вы его сможете решить но немножечко позже оставайтесь на позитиве чтобы в вашей жизни не происходило доверяйте себе и действуйте будьте немножечко себе на уме далеко не всем вам нужно открывать свою душу сердце может быть с какой-то информацией лучше быть хитрее чем открывать кому-то все ваши карты все ваши мысли потому что как мы видим по раскладу есть люди которые вас могут в чем-то подвести вообще карта правосудие и юстиции говорит о том что вы возможно по чем-то будете подводить итоги вы попытаетесь во многих важных вопросах разобраться и в конечном итоге сделайте что-то правильно если кто-то из вас именно на сентябрь месяц планирует отпуск или отдых постарайтесь для себя этот отдых организовать в начале месяца потому что к концу месяца будут возникать сложности и что-то осуществить будет уже труднее или потом придется что-то переносить всем хорошего месяца всем позитива благодарю вас за просмотры подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан оставляйте обратные комментарии пересматривайте этот расклад по прошествии времени тогда вы точно будете понимать что с вами проигралась а что нет и не забывайте о том что каждую неделю выходят свежие прогнозы всем удачи и до свидания а